Спасибо, Юрий Иванович. У нас свободное общение чуть позже. Сейчас мы предоставляем слово, у нас еще один лектор заявленный. Для чего мы сделали вот такие темы последнего дня нашей работы? Они должны быть выслушаны всеми специалистами, которые принимали участие в нашем фестивале. Все с этим согласны? То есть доклады более объединяющие наше мировоззрение, более достигающие до нашей цели, что же мы на самом деле хотим. И проговорить это вслух, и проговорить это среди своих единомышленников. И вот у нас присутствует Надежда Анатольевна, директор этой школы. Мы предлагаем, чтобы эта школа мне родная, мы уже здесь 20 лет. И те люди, которые занимались с 94 года здесь, они тоже здесь. Вот Витя Кочетов, Ира Бросимов, Наташа. То есть люди, которые уже здесь натопали эту стропку. Ваша школа уникальная, и мы предлагаем все-таки в процесс образования, в процесс медицинского образования, мы уже работаем на эту тему, очень глубоко и очень серьезно с официальными лицами. Включать те методы оздоровительной направленности, на уроки физической культуры, на уроки психологии, на уроки валиологии или БЖД, там какие у вас предметы, я уже давно не знаю, какие у вас сейчас есть предметы. Но вот то, что обсуждается здесь, вы первый доклад тоже не выслушали, как с мехотерапия можно оздоравливать деток. То есть они должны знать об этих явлениях, об этих методах и о том, что происходит, когда человек матерится, и что происходит, когда человек любит. И может быть есть какие-то диагностические методы. У нас здесь есть специалисты, которые делают эту методику диагностическую на энергетическом уровне, на физическом, на психологическом, на всех уровнях. Поэтому, наверное, не случайно мы у вас здесь, что вы, может быть, вместе сдвинем и процесс образования тоже. И мне здесь напомнило, знаете, в буддизме есть четыре великие истины. Об этом мы и говорим буддизму миллионы лет. Мы не знаем, когда даже это возникло. Первая великая истина – жизнь есть страдания. Вторая великая истина – у страдания есть причина. То, что говорил Елена Петрова. Третья великая истина – у страдания есть начало и есть конец. И четвертая, самая прекрасная – есть методы, чтобы уйти от страданий. То, чем мы занимаемся. Поэтому я предоставляю слово Николаю Анатольевичу Лиханову. Это наш. Это наш. Это наш. Кандидат биологических наук. Его тоже очень много нам поведает. Другой.